Мы пришли возвестить людям, что ожидает за этот Содом и Гоморру, какой суд ждет, и рассказать о радостной вести, что за грехи людей умер Иисус Христос и ждет людей с покаянием. Он может простить, потому что он взял грехи на себя. У нас религия другая здесь. Да я знаю, прекрасно, иначе бы вы тут и не были. Ваша религия тут занимает 90%. Самое развратное, трусливое, боязливое со всего мира сюда сошло. Голые женщины, мужчины анонизмом занимаются, безобразничают. Вы одеты, а другие половина раздетые. Вот такие пацанята выходят, Аллах Акбар, и меня матергами кроют, а мне 81-й год. Я говорю, настоящие мусульмане тебе глаза выплюют. Тебя надо в Саудовскую Аравию отправить. Настоящие мусульмане, это люди уважительные, они старых уважают. Естественно, разные люди бывают. Да это они подряд такие, сквернословят, матерятся. Меня Господь позволил, 38 томов книг у меня вышло. Мы в библиотеке мира подарили. Я в Барнауле живу, Алтайский край. И проехали до Владивостока, потом до Лиссабона, Прибалтика, Скандинавия. А в Баку в доме мулы ночевали. У нас очень хорошее отношение с мусульманами. И ни один мусульманин нам нигде плохого слова не сказал. Мы молимся где, и они молятся рядом. У них намаз, у них намаз пятикратно в день. А у нас девять раз. Девять раз и по сто поклонов. Но это наша община такая. Я вот никак не найду настоящего знатока этой книги, чтобы мог ответить на вопросы. Меня интересует сура пятая, 47-й, 66-й аят. Как они её понимают? Что там сказано, извините? Там сказано определённо. Люди, писания, в скобках христиане, то есть писания. Мы сразу остановимся. Я спрашиваю, ваш руководитель, ну кто составил религию, когда умер? Не знают. Я говорю, в 632 году от Рождества Христова. Я не критикую ничего, я историк. Я православный проповедник. Я вообще, если честно, я Коран не разумею читаю. Ну я вам скажу, я согласен с ним, с вашей книгой. Это в этом вопросе, я согласен. Люди, писания. И вам, Всевышний, это Бог, дал инжил, а в скобках, Евангелие. И вы по нему живите. То есть христиане-то пьют, курят, что попало делают. А ваша книга говорит, вы живите, как написано, а не просто я христианин. Это сильные слова. Правильные слова. И поэтому я проповедую по своей книге. А вашу книгу я и не трогаю. Зачем? Она для вас святая книга. Зачем же мне трогать? Я проповедую о том, что Иисус умер за наши грехи и воскрес. А у нас он пророк. И у нас он пророк. Но он спаситель мира. Я имею право делиться. Вот мы в доме мулы ночевали, а потом пошли в мечеть. Мечеть это где молятся мусульмане. Я первый раз увидел таких людей с таким образованием. Мула, это как у нас священник. Он на шести языках разговаривает. А жена на четырех. Она в университет кончила, консерваторию. Мы маленько поговорим. Я гляжу, ее нет нигде. Я заглянул, она на балконе молится. И мы все на молитву. Они любят молитву. Это так дорого. А вы сейчас христиане или мусульмане? Мы христиане. Мы поэтому, чтобы люди не делали зла. Так нельзя жить. Гонят друг друга и поносят. Если тут мы в Барнауле живем, у нас тут большая мечеть, большая у мусульман. И нас глава администрации, это мэр города, каждый год собирал, чтобы мы вместе были. У нас никакой вражды нет, мы живем как одна семья. Это редко где так. Вот я, за слово Божие, меня сажали. Я пять тюрем прошел. И теперь я реабилитирован. И сотрудничаю с тюрьмой, помогаю. А там мусульмане сидят. Тут-то он один, а там-то он другой. Он один, а тут 70 человек, которые против него. Что он сделает-то один? Там и глаза вытянут ночью тебе. Я в первую очередь стараюсь им помочь. А почему? Потому что он один, ему трудно выжить. Надо, чтобы он вышел, встал на истинный путь. А не по стенке его размазать. А вы в этом тюрьме смотрящим были, да? Нет. Я проповедник, я и там проповедовал. И в лагере проповедовал. Со мной не разрешали говорить, а мне свободно с кем. А если я... Я с мусульманами был. Город Жанаташ, Жамбульская область, Киргизская ССР. Это Казахская ССР. Это в 87-м году. У нас все везде висят, а пишут, что все снимается. Мы ничего не делаем плохого. Мы говорим хорошее. Нам радостно это, когда мы встречаем таких людей. Так, мне нравится, что вы трезвые, что вы одетые. И что можно поговорить. А то есть вы в данный момент нас снимали? Ну, не мы снимаем, а снимается. Аппаратура установлена везде у нас, на улице и везде. Мы открыто живем. Мы православную деревню строим. Мы одна деревня на всю страну такая, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Вот нас спрашивают, а вы свинину не едите? Я говорю, мы вообще мяса никакого не едим. Не потому что грех, а потому что я воздерживаюсь. Накопить маленько денег и помочь нуждающемуся. А он мусульманин. Разницы нет. Я ему в первую очередь должен помочь. Простите, а у вас какой канал? Канал у меня называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. «Во свете Библии». Это самый, на весь интернет самый большой канал. 20 800 роликов. Слышите? 20 800 роликов. Вы подумайте, что это такое? Простите, сейчас нас смотрят, сколько человек нас смотрят? Она бывает так, открыто. Вот я разговариваю, и сразу она одновременно идет передача везде. Называется онлайн. У нас как собрания идут, церковь, как мы молимся, детский лагерь. Какие женщины, два платка у нас одеты, как хиджаби. Платье до полу. Нас за мусульман считают. Мы дорогой ездили, а милиция нас говорит, а вы не ваххабиты? Узнать что-то большее о душе и о вечности. О участии страны и мира. Вы можете задавать вопросы. Я не знаю. Но простой вопрос. Для чего человек рождается на Земле? Надо задуматься об этом, нет? Чтобы эту миссию выполнить. Или как? Поел, помощился, лег спать. Завтра встал, напился, опять лег спать. Жизнь не для этого дана. А для чего? Как кратко выразить о смысле жизни? Если разное все, нам никогда вместе не сойтись. Мы враги. А если у нас общая цель есть какая-то, объединяющая идея, мы едины будем. Мы друзья и братья друг к другу. Друг за друга готовы будем жизнь положить. Вот я как-то присутствовал на большом конгрессе, меня вызывают туда, я как историк, как писатель там называют. Я таким себя хоть и не считаю. Ну и говорят, сидят там академики. Знаете, у нас нет объединяющей идеи в стране. Вот плохо. Раньше было пролетари, всех стран соединяйтесь. А я говорю, а я знаю, идеи есть. Ну, идей-то много. Вы надо ее сначала опробировать, на практике проверить. Я говорю, я проверяю ее, 45 лет. И что? Безотказно работает. Да вы что? Ну-ка, давайте. Я говорю, 3-4 слова. Я говорю, дети, все, о, это важно. Я говорю, воспитанные, вот именно воспитанные, я говорю, не просто воспитанные, воспитанные во Христе, точка, восклицательный знак. Тогда нет у нас ни одного развода, ни одного аборта, ни одних коррупционеров, ничего этого не будет. Ни милиции, полиции, оборотники, как их называют сегодня, этого не будет. Ни одного вора, ни одного убийцы, мы все братья. Дети, воспитанные во Христе, это новое государство будет. Я для этого все положил, создал лагерь детский, 48 лет ввиду детей. Без помощи государство ни копейки не получил. И главное у нас лозунг, Россия должна встать. Россия, тире, это мы. И маленькие дети, Россия, это мы. Вот такие, как есть. И какие были гонения в наш лагерь. Сейчас мы в другой фарма перешли, 3 года уже. Купили дома, в дома перешли. А то отдельные постройки было, ограждения. Ну, все как положено. Даже в отделе юстиции зарегистрировались. И ни одного несчастного случая. Ни одного повреждения. Ни одного, чтобы стал хуже, утонул или что-то. Нету. Это для Бога. А для Бога оно все по-другому выглядит. Да, согласен. Если у вас есть вопросы, вы можете задать. Нет даже вопросов. Да, как нету. Я говорю, что о душе, о вечности, о стране, о будущем мира. Как нету. Такая обстановка. О чем она? Если вы пожелаете встретиться, вы зайдите в скайп. Такая система. И там Игнатий Лапкин. Это я. Зарядите. Вы сразу на меня выйдете. Мы строим православную деревню. Одна на всю страну. Это мало? Мы что делаем? Она все супер уникальная. Тут зайдете. Если на сайт зайдете, во свете Библии Игнатий Лапкин, там 38 томов моих книг. Там каждая страничка поднимает человека. Так, я сейчас спрошу. Да, минуточку. А это? Бузка-то где? Она не далась. Не далась. Ну ладно. Кошку надо перенести было из дома в дом. Вот такое дело. А вас как звать-то? Илья. Илья. Вы знаете, что означает ваше имя? По-еврейски оно означает Бог-моя крепость. Бог-моя крепость. Это самый великий пророк Божий был. Илья. Да, я знаю. Как громовержис какой. Бог-моя крепость. У вас божественное имя. Так, Илья, храни себя. Вот ты. Тут половина раздетые. Процентов 90 мусульмане. Самая блудливая, лживая, трусливая. Наглая. Все сюда скатилось. Содом и Гаморра. А вам дал такое имя Бог. Храните себя. Вы одевшина. Не видно, что вы там обкурены или какое-то совершенно нормальное лицо. Мне нравится, что вы застегнуты. Потому что верхнюю пуговицу расстегивают масоны. Галстук или убрать. Говорят, ничего не значит. А ты так думаешь. Они это значат, а ты не значишь. И посмотри. В галстуке одинаково были. И Сталин. И не Сталин, а Гитлер. И другие деятели. Почему? Потому что это масонская организация. Все в мире пытается взять под контроль. Революции делают. Говорят, вся власть у евреев. Ну, я говорю, что? Бороться надо с ними. Я говорю, как без оружия? Это надо оружие найти. А какое? Любовь. Другого нам не дано. Мы должны друг другу помогать. И что не проклинать, а благословлять это семя Авраамова. Я русский. Я не еврей. И поэтому Бог мне так все дает. Вот так. Так что, если будет желание, в скайпе Игнатий Лапкин вы на меня выйдете. А если зайдете на ютуб-канал, во свете Библии Игнатий Лапкин. У меня самый большой в интернете ролик, этот канал. 20 тысяч 800 роликов. 20 тысяч. И каждый ролик имеет в себе духовное направление. Как жить. Как идут занятия. Как молимся. Как деревню строим. Как в детском лагере. У нас везде написано. Идут видеосъемки для ютуба. Потому что мы говорим о хорошем. Нам не стыдно. Никто не упрекнет. Мне 81 год. А я еще ни одного мата не сказал. И думаю, что так и умру. Русский язык и так богатый. Тем более у нас в руках Евангелие. Володя, я сейчас минутку ищу. Ты уйдешь туда? Да, да, да. Так. Нужны вопросы, я отвечу. Если нет, то прощаемся. Вы откуда вообще? Ни откуда, а где. Алтайский край. Это у нас без шести минут десять утра. Понятно. Вот если по скайпу зайдете, мы скинем, где идут занятия у нас. Вы можете присутствовать. Бесплатно все. Как мы молимся, рано утром встаем. Какие у нас встречи бывают, собрания. Какие у нас женщины, девушки. Ты таких красавиц нигде не встретишь. Как два платка по русскому старинному обычаю, как хиджаб. Платье до полу. У нас женщины без платков нигде не появляются. Мусульмане, у них другая книга. Они по-своему верят. Они нас считают мусульманами, но они не имеют Христа. Они считают Исаи – это пророк. А мы говорим, это второе лицо Троицы, Бога-человек. Он умер за нас, Христос. И воскрес в третий день, чтобы мы верою в Него получили жизнь вечную. За гробом нет забвения. Там есть ад и есть рай. Другого места нет. И надо, чтобы мы все были в раю. Это Бог так зовет нас. Ну что, Илья, вопросов нет больше? Да благословит вас Господь. Выходите на меня, Игнатий Лапкин, по скайпу. Запишите, не забудьте. И там можно говорить бесплатно хоть сколько. И не уйдешь. Там можно скидывать данные. Можно целым коллективом одновременно беседовать, друг друга видеть. Храни вас Господь. Вам сколько лет-то уже? Семнадцать. Ну это совершеннолетний. С Богом. Да благословит вас Господь. Да.